Давайте так, тезис первый. У нас так радуется, что Европа гибнет и вот нашествие, но не верьте, не доверяйте, я думаю, что у меня публика образован, не доверяйте всем этим вредним и пропаганде совковой черни, про загнивающую Европу и так далее. Наоборот, именно в процветающую Европу эти дикари идут, потому что там большие пособия, красивая жизнь, толерантность, права человека и все прочее. Западный мир, Западная Европа одержала полную победу над совковой черни. Поэтому все кобзоны, куда умоляют, пустите, умоляют, на коленях стоят, умоляют, пустите, нас всеми правдами и неправдами лечиться туда. Потому что здесь они не считают, что хорошая медицина. Огромная страна, маленькая Европа, огромная страна и нет медицины. То есть совок проиграл полностью, позорно, все вещи оттуда, все, что мы носим, надеваем, через что снимают, все с Запада. Но и западные люди слишком духовные, бездуховные, наоборот, слишком духовные. У нас православная страна и почему-то такая ксенофобия. Почему-то не хотят, чтобы даже в чужую Европу пускали людей. То есть где духовность? Просто Европа слишком духовная, слишком добрая, слишком человечная. И они сейчас прокалываются на одном только пункте. Они правы во всем. Вот все, что делается в Европе, все правда. Кроме одного, это правильно, они пускают к себе тех, кто их будет уничтожать. Уже уничтожают, уже расстреливают. Уже теракт в Париже 90-е, уже Шарли, уже какой-то африканец в поезде Бельгию идущем из Калашникова две недели назад стрелял. Я не буду стрелять. Что происходит сейчас? Значит, во-первых, слово беженец к тем выродкам, которые сейчас вторглись в Европу, неприменим. Из тех регионов, откуда они вторглись, из тех стран. А странами стали недавно, это все условные границы, это кочевые народы, им написали эти границы. Там нету народов. Они исторически не сформировали ни нас, ни народов. Они живут племенами, и эти племена между собой воюют. Они резали друг друга все века истории по племенному принципу и по религиозному. Сунниты, шииты друг друга и вокруг всех остальных. И по-другому там, значит, никогда не было. Почему они сейчас ломанулись? Они и раньше шли в Европу, но как беженцев их бы раньше не приняли, потому что не было такого термина, да, и была граница. Сейчас они, ой, здесь добрые лохи появились. Пожалуйста. Тем более, что есть карты, мобильные телефоны. Куда идти, как идти и все прочее. Дикарей, варваров с религиозной идеологией, которая сейчас взрывает весь мир, остановили под Веной, это не в Испании даже, под Веной в Австрии в 1683 году. Если бы их тогда не отбили от Вены, религиозных фанатиков, да, то сейчас бы не было ни Вены, ни Штрауса, ни Моцарта, ни портретов, потому что их идеология запрещает изображение человека. Ничего бы не было. Ни того уровня жизни, который всем приятен, которым они бегут, в котором мы ездим, как, так сказать, туристы и путешественники, ничего бы этого не было. Сейчас, тогда их отбили, сейчас их пускают на поезде, провозят до Вены, дальше в Германию, дают пособия, деньги, они плюют в лицо, они выбрасывают обратно еду, они уничтожают еду, они топчут еду, как дикари, потому что им ничего не жалко, они ничего никогда не создавали, они ничего не производили. Все века мировой истории они ничего не производили. Почитай сказки из тех мест. Главное это обмануть, украсть, ограбить караван. Вот кто герои. Там нету рыцарей, там нету пахарей, там нету сеятелей, там нету производителей. Там все из-под тяжка, все нападения, все со спины. У нас главная история, вот сошлись на поле, две армии, благородно, да, прямые мечи, у них всегда кривые, на Восточке всегда кривые, знаешь, кинжалы мечи, подлые, кривые, чтобы было больше мук, то есть не просто убить, чтобы еще и мучился. И теперь смотри, что происходит ныне. Я как военный историк проанализировал более сотни роликов, то, как они идут, кто идет, каким образом пересекают границу. Это абсолютное, стопроцентное военное, спланированное вторжение. Там есть некое прикрытие, так сказать, вот орда дикарей, так сказать, и они прикрывают. Но основная часть это, значит, мужики призывного возраста. Да, очень много молодых. Не 60, не 70, не 50, 90% парней призывного возраста. Причем, на некоторых паромах, я специально изучал кадры, нет ни одной женщины, ни одного ребенка. Дальше. То, если посмотреть по карте, очень внимательно, я изучал, я наносил, так сказать, все эти рисунки на карту, это абсолютно, вот, если бы это делал тот, кто учился в Академии Фрунзе, да, это абсолютно правильное рассчитанное вторжение разными колоннами, и дальше это, так сказать, стратегия. Дальше тактика, как они пересекают, вперед пускают, вот идет толпа этих армий, идет армия террористов, впереди несколько террористов с детьми. Причем, причем, дальше потрясающая была история, несчастный та венгерская журналист, которая поставила подножку этому выродку, бегущему, который нарушил границу, который, значит, напал на полицейского и так далее. Я единственный, кто ее поддерживал, да, потому что ее не защитила ни армия, ни полиция, она обязана защищать себя и свой дом. Выяснилось, что, поскольку там фотографии, он упал, он террорист. Уже это выяснилось, доказано. Вот, то есть, это уникальный случай. В математике, в случайной выборке, первый оказался террористом. То есть, каждый первый. Каждый первый. Это нонсенс математики. Хорошо, тогда я хочу задать вопрос. А куда смотрят спецслужбы? Каждый из этих стран имеет весьма серьезный... Объясняю. Они не имеют права ни смотреть, ни тем более, ну, посмотрел, все понял, а сказать они не имеют права. Потому что там абсолютный диктат ливанского фашизма в прессе. Если ты скажешь то, что я сейчас говорю, сразу тюрьма и минимум карьера. Я общаюсь практически со всеми, так сказать, крупными людьми в муниципалитетах и со многими мэрами европейских столиц. Вот только что был замечательный на Корфу прием. Мэр Корфу делал дивный прием, в мою честь. И были все, и президенты, и торговые промышленные палаты, и, так сказать, русский почетный консул на Корфу замечательно принимали. Я знаю многих в Париже, в Мюнхене, в Лондоне, и знаю многих сенаторов в Германии. Все все понимают. То есть большинство, есть, конечно, сумасшедшие, наивные, но большинство понимает. Но если они это скажут, карьере конец. Вот всю жизнь они выстраивали свою жизнь, все сделали ради карьеры, и ей будет придет конец. Потому что их сразу назовут плохими словами. Пойми, вот эти дикари, это армия не просто варваров, а обученных варваров, а вооруженных варваров, вооруженных знанием, как надо, так сказать, делать. Сейчас они изучат инфраструктуру, у них уже есть мобильные телефоны, они сорганизуются, у них будет деньги, чтобы сделать любую взрывчатку, это же пособие им еще дают, эти сумасшедшие деньги. И начнется серия терактов. Это 100%. Плюс, конечно, идеологии, они будут там дальше плодиться, строить себе всякие идеологические штучки, которые учат их убивать, и все прочее. Дальше вернемся. Они за все века мировой истории, за все века не изобрели термин беженца. У них нет такого слова, у них нет такого термина, потому что у них нет понятия права человека. Ну нет, у них права человека, потому что ты женщина, для них ты не человек, ты для них не человек. Дети, у детей также прав нет, это собственность родителей. Эти наши западные штучки, они в них играть не будут. Их религиозные идеологии сразу заявляют, что есть мы, есть вы. Если мы говорим, что Европа для всех, мир для всех, а нет, только весь мир, только для нас, вы неверные. То есть у них изначально фашизм заложен вот в этих определениях, понимаешь? То есть то, в чем обвиняют тех, кто против их вторжения, у них заложено это априори теоретически. Более того, они настолько обнаглели и видят, что тут живут лохи добрые, они уже кричат с этих поездов, где они гадят в Европе, мы будем вас резать. Детишки идут, уже показывают вот так вот, что перережут горло. Все заснято, все есть в Ютьюбе. Сейчас недавно потрясающий ролик был, по-моему, Бейрут Пресс, посмотрите в Фейсбуке. Ребеночек маленький, два года, два года уже одетый, значит, ходить еле ходит, а уже одетый шахидом, режет, перерезает вот таким вот ножом горло медвежонку плюшуму. Потому что у них с детства это праздники, резать, у них главное счастье резать. Это уже так, с детства. Поэтому у них нет термина права человека, у них нет термина беженец. Поэтому, кстати, кто, ни Катар, ни Йемен, ни Саудит, никто не приняли этих беженцев. Потому что они поняли, что там будет еще больше резать. Только добрые Европы толерантные. То есть толерантность замечательная, но только по отношению к тем, кто в это играет, только внутри себя. У них, дальше, любой термин, у них нет этих терминов, у них также нет терминов по отношению к тем, дети. У нас дети, это дети, это вот эти все рюшечки, это игрушечки, это мишка плюшевая, это Винни-Пуха, у них Винни-Пуха, вон, пожалуйста, только что убили. Кадр, 100 тысяч просмотров. Их дети с трех лет с автоматами. Им объясняют, что вот те плохие, неверные, значит, понятно, что надо делать. У них совершенно другое понятие о детстве. Понимаешь? Неприменимое, несравнимое. Таким образом, значит, что я вижу? Вот вы хотите улыбаетесь, хотите верить, хотите не верить. И, к сожалению, я ни разу не ошибался. Я 15 лет публикую прогнозы с института, с раннего возраста. В «Коммерсанте» писал, ни разу не ошибся, все предсказал. Значит, в ближайшее время начнется серия терактов. То есть бандитизм уже есть, насилие уже есть. Уже скрывают в Германии случаи изнасилования, потому что там полный СССР. Как у нас скрывали случаи изнасилования в СССР, так они скрывают случаи изнасилования в СССР этими пришлыми. В интернете это есть. Значит, начнется волна терактов постепенно, а дальше будет резня. Потому что они все связаны, у них у всех мобильные телефоны, они все по своим молельным учреждениям. Это будет несколько дней резни. И Европа будет вынуждена сначала заниматься самообороной бытовой, когда будут нападать, просто как они сейчас в Венгрии, в Греции нападают на отдельные жилища. Потом будут вынуждены несчастные вот эти замечательные люди, расслабленные, добрые, учиться вообще как-то самообороняться. Вынуждены. Поэтому, кстати, сейчас я хочу дать совет. Не надо беситься, сходить с ума, нервничать, вот Европа гибнет. Да, страшно, но сейчас надо с холодной головой учиться самообороне. Ничего другого не делать, учиться самообороне. Вот это мой совет, как эстета. Не слушать сейчас временно Марию Каллас. 5 минут на Марию Каллас, 10 минут на приемы самообороны и разрешенные средства технической обороны. Разрешенные законно, конечно. У них-то все есть. То, что не разрешено закона, а у нас ничего нет. Подожди, я еще не закончил, не бери этот листочек. Значит, учиться самообороне. Вижу первые теракты и в самом обозримом будущем будет резня. И кто победит, сложно сказать. Скорее всего, победят дикари. Закон истории. Потому что в них больше витальности, у них нет принципов и нет благородства. Будет вырезано, погибнет где-то процентов 60 населения Европы. Я имею в европейцев автохтонов. И процентов 70 всей материальной культуры и искусства. Взорвать наш с тобой лувер 20 минут. 20 минут весь, как они пальмировали, уничтожили. 20 минут весь лувер и так любой музей города, городов европейских. Поэтому будет очень серьезно. Я уверен, что придется формировать самые такие странные коалиции. В общем, лекарство будет тоже достаточно болезненным. Но придется и с Китаем кооперироваться. Просто не то, что они оккупируют Китай. Приглашать будут китайцев. Приглашать. Приглашать. То есть мы на нашем веку посмотрим такое, что Пушкину в стихах не снилось. Это вот то, что я хотел сказать по поводу вторжения армии этих дикарей. Да, а какие силы внутри европейских стран более всего поддерживают идею беженцев? И почему? Ну, леваки, конечно. Леваки, которые появились в Европе так уже, ну, появились они в 20-30-е годы, а очень серьезно они укрепились после Второй мировой войны. Их сильно спонсировал и, так сказать, идеологически наузкивал СССР. То есть мы все кричим про пятую колонну, а вот пятую колонну мы делали в Европе, к сожалению. И после Второй мировой войны было подменено понятие гуманности совершенно левацкими бреднями, которые к гуманности не имеют никакого отношения, это самоубийство. И вот эти леваки, они действительно пятая колонна Европы. А их социальная, так сказать, база, это люмпины. Люмпины, они так неегиенично живут, что им приятно, так сказать, сделать гадость нам с тобой, да? Пусть им будет страшно, пусть им будет от этой волны вторжения отвратительно, но главное сделать гадость чистеньким. Прежде чем они с детства ненавидят чистеньких. Вот я иду и смотрю грязную скамейку, уже в Париже, потому что там посидели, не скажу кто, да? И я не могу сесть. А люмпинам приятно, что чистенький, мучаясь, не может сесть. Понимаешь? Вот эти выродки, это главная база армии вторжения. Да, увы, это так.